Одаренный ребенок, талантливый ученик – это все Николай Сатрихини. Причем так его называют не только преподаватели, но и одноклассники. Кстати, Коля пишет пьесы и пробует себя в качестве режиссера. Некоторые работы с успехом прошли на сцене Лесногородской школы. Коля прекрасно пишет. Он работает в малом жанре, это рассказы, но рассказы философские, психологической направленности. То есть это человек уже в школе, но глубоко мыслящий. Николай уже не первый год участвует в Олимпиаде по литературе и только в этот раз ему удалось победить. Он стал первым на всероссийском этапе. Олимпиада по литературе – это фактически синтез разных филологических дисциплин. От литературоведения до литературной критики и риторики. На Олимпиаде по литературе нам предлагали как аналитические задания на сугубо литературоведческий анализ текста, так и сопоставительные отклики на спектакли, на театральные постановки, вплоть до устного тура, третьего тура, выступления в форме собеседования жюри. Одноклассники поддерживают Николая. Многим он дает читать свои рассказы. Они часто собираются вместе и обсуждают сюжеты будущих повествований. Он очень хороший друг, добрый. Он понимает с первого слова и может поддержать разговор в любом случае. То есть с ним всегда интересно, с ним всегда легко общаться. На уроках это происходит какая-то другая магия, когда начинается какой-то спор, когда начинается дискуссия, она может продолжаться вечно, если в ней участвует Коля. Он человек начитанный. Я читала его произведения и мне очень понравилось. Николай Сатрихин мечтает стать известным писателем. И у него есть все данные для того, чтобы его книги выходили миллионными тиражами по всему миру. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.